Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я Михаил Горин. Мой собеседник – израильский политолог Арик Эльман. Арик, приветствую вас. Добрый день! Давайте начнем с международной темы. Израиль отозвал своего предстоянного представительства в ООН Гелада Эрдана, как сказано в заявлении МИДа нашего в связи с односторонними действиями этой организации в отношении еврейского государства. Вообще заявление МИДа достаточно было резким. В нем указывается, что генсек ООН «опустил организацию на самое дно», что он «намеренно игнорирует самые страшные преступления против человечности, совершенные в отношении евреев и израильтян». Ну и дальше в том же духе. Скажите, пожалуйста, во что вылится этот скандал? Скандал ли это вообще? Может ли дойти до того, что Израиль вообще хлопнет дверью, как это было с ЮНЕСКО в 2017 году? С точки зрения среднего израильского гражданина давно пора. Ни один израильтян не совсем понимает, что государство Израиль делает в ООН, зачем нам это нужно, почему мы постоянно оказываемся в такой ситуации еврейского мальчика для битья, для всего так называемого международного сообщества. Я думаю, что в данном случае, так это объясняют в МИДе, столоминкой, которая сломала спину верблюда, стала отказ именно данный момент генсека ООН созвать специальное заседание Совета безопасности ООН для того, чтобы заслушать отчет специального представителя ООН по сексуальному насилию в военных конфликтах, который опубликовал этот отчет о сексуальном насилии, совершенном Хамасом, другими террористическими организациями и палестинцами 7 октября. У генерального сексуаля есть такое право, и с точки зрения многих стран даже обязанность созвать Советы безопасности по этому поводу. И в тот момент, когда оставалось то, что Бутиришка на этом этапе этого делать не намерен, Израиль решил пойти на такой вот демонстративный шаг. Как правило, отзыв послов – это вещь, которая делается в двусторонних отношениях с теми или иными государствами, или, скажем, с блоками. Но когда речь идет о международном организации, такая как ООН, это скорее все-таки демарш. Это речь не идет о каком-то требовании изменить характер отношений. Понятно, что ООН своего посла в Израиле, разумеется, нет. Это односторонняя ситуация. Поэтому здесь речь идет скорее об инструменте, при помощи которого Израиль выражает свое негодование в международном сообществе в целом, и показывает в том числе нашим, так сказать, американским друзьям, что наше терпение заканчивается, и что мы требуем принять какие-то меры. США и ее партнеры использовали свое влияние в различного рода структурах ООН, чтобы заставить хотя бы Совет Безопасности рассмотреть этот ужасный совершенно отчет, который, в общем-то, ничего нового нам не открывает, но, по крайней мере, ставит штамп официальной организации объединенных наций на израильской правде о оргии насилия и убийства, которая была совершена 7 октября. Хотя там тоже есть, конечно, свои интересные места, из которых обойтись было бы очень трудно. Там есть требование расследовать палестинские претензии в связи с сексуальным насилием со стороны тех или иных элементов израильской армии и общества. В свете того недавнего заявления, то есть самое для этих экспертов ООН, как мы помним эту группу, которая объявила, что они, оказывается, раскрыли массу три претензий и жалоб со стороны палестинцев на широко распространенное сексуальное насилие со стороны израильских силовых структур. Окей. Тут ничего, что называется, не поделаешь. Ну и главная рекомендация, которую Израиль отвергает, это предложение сотрудничать по этому вопросу со Следственной комиссией Совета по правам человека, которая якобы располагает мандатом, который может включить себя и это сексуальное насилие со стороны террористов. Но зная, из кого эта комиссия состоит и каков ее мандат на самом деле, смысла в этом никакого нет. В лучшем случае они подтвердят те же самые факты, которые были отмечены уже этой комиссией. В худшем они вообще скажут, что ничего не доказано, свидетелей нет. Физические доказательства изнасилования не установлены, потому что большинство жертв были убиты на месте. И вообще прекратите клеветать на борцов палестинского сопротивления. Вполне ожидаемый результат. Тогда скажите, пожалуйста, по вашему мнению, а зачем, в принципе, нужно было отзывать Гелада Эрдана? Если это шаг чисто символический, такого демарш, как вы сказали, то получается так, через какое-то время, пройдет какое-то время, ООН все равно не сделает того, чего хочет Израиль, что перечислено в заявлении МИДа, и мы тихо-тихо все равно же вернем своего представителя. Мы же не сможем сидеть на обочине в этой ситуации. Чтобы мы не говорили, что нам безразлично, что там ООН о нас думает. Это все на самом деле же не совсем так. Если вдруг ООН пойдет на санкции против нас, и США почему-либо не ведут своего вета, то мы быстро почувствуем, что это такое. Так вот, если ООН не сделает то, чего мы хотим, а зачем мы тогда уходили? Мы тогда, получается, в каком-то глупом положении окажемся. Санкции, Михаил, это вещь, которую надо решать, соблюдать. Если Совет Безопасности, он принимает какие-то санкции, которые страны, или большинство страны, которые нам нужны, важны, не соблюдают, то санкции никакого значения они не имеют. Мы видим прямо сейчас, что есть санкции, который вел Совет Безопасности против целого ряда стран, начиная с Ирана, часть из которых другие страны благополучно игнорируют. Это дело осуществления этих санкций. Да, не, скажем, каких-то там автоматических действий. Но право в том, что демонстративные шаги, они приняты в дипломатии, скажем, у нас посол Турции то приезжает, то уезжает, очень часто бывает. В конечном итоге Турция, когда это выгодно, восстанавливает с нами отношения. А мы, потому что нам это выгодно делаем, видят, что ничего не произошло, продолжаем дальше. Здесь, что касается ООН, то тут, конечно, требуется, если говорить серьезно, требуется глубокое глубокое размышление израильского политического руководства о смысле и цели нашего пребывания в этой организации и сотрудничества с ней. Но на это наша политическая система на данный момент совершенно не способна. И я даже не могу сказать, что произойдет после выборов, которые состоятся гораздо скорее, чем намечено по Грайфу, по вполне понятным причинам. Если бы, опять же, в Израиле существует, к сожалению, недостаточно серьезное отношение к вот этим всем антиизраильским выпадам в ООН, которые накапливаются и создают очень конкретную атмосферу. Молодое поколение, мы видим это в США, мы видим это в других странах Запада, но которое постоянно слышит от либерального истеблишмента, в том числе внешнеполитического в своих странах, о том, как вважены международные структуры, она не критически относится ко всем этим заявлениям в адрес Израиля. В Совете ООН по правам человека, такое красивое название, правда? На Генеральной Ассамблее, все это, все эти вещи, они имеют тенденцию накапливаться и ухудшать имидж Израиля в глазах вот этого вот молодого поколения. Поэтому у нас никогда в серьезке идея, что нам делать с ООН, не относились. Сегодня ситуация несколько иная, да? В первую очередь благодаря, в кавычках, столь плотному симбиозу такой структуры как Бапо с террористическим режимом Хамаса за все это время. И в Израиле начинают немножко задумываться более серьезно о том, что нам дальше делать. Но я думаю, что этот процесс более длительный, чем два месяца, да? Ему потребуется еще немало времени сформироваться. Опять же, критика в адрес ООН в его нынешнем формате, она раздается из очень многих мест. И было немало критики со стороны, так называемых, не консерваторов в Америке в свое время, которые говорили, что ООН себя исчерпал, да? И нужно создавать отдельную организацию, в которую войдут демократии. Страны, приверженные демократическому образу жизни, плюрализму, свободе слова и правом человека. И в рамках этой структуры нужно будет определяться, что делать с остальным миром. Это, как мы знаем, не прошло. Но вполне возможно, что если Израиль всерьез встанет на курс, который будет говорить о том, что, знаете, друзья, мы не видим для себя преимущества в продолжении пребывания ООН, мы всерьез думаем о том, чтобы выйти из этой организации, тогда, возможно, начнется некая динамика, которая приведет к тому, что те, кто могут повлиять на реформу внутри ООН, все-таки за это возьмутся для того, чтобы не допустить такой динамик. Пока всерьез к такого рода вещам никто не относится. Ну, это явно долгий процесс и не сегодняшние проблемы. Вряд ли они будут сейчас решаться, когда у нас на дворе война. Война в Газе, война, по сути дела, хотя не объявленная на севере. У меня к вам вот какой вопрос. Если почитать сегодняшнюю израильскую прессу, то ее тон, во всяком случае, у меня стало сказываться такое впечатление, да и не только у меня, я беседовал на эту тему с коллегами, складывается такое впечатление, что, в отличие от первых дней войны, когда была отчасти такая бравада, такое боевое настроение, победим всех, разобьем и так далее, сегодня все это можно описать одним словом пессимизм. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько это отражает реальность? И если да, то почему складывается такая ситуация? Ну, я думаю, что разница здесь такая. В армии, насколько мне известно, из моих разговоров с людьми, которые там находятся, пессимизма никакого нет. Там говорят, что они работают по известному плану, что они делают все так, как в рамках, которые были установлены заранее, что все, что делается, было предсказуемо, и что операция в России обязательно состоится. Там вообще нет сомнений в том, что работа должна быть доведена до конца и будет доведена до конца, если их не установят. Что касается израильских СМИ, израильской общественности, тут есть два, несколько факторов. Первый фактор – это, конечно же, то, что война длится уже достаточно рекордным для нас время. Пять месяцев прошло, 150, больше 150 дней. Это не обычная вещь. Десятки тысяч человек остаются беженцами в собственной стране. Заложники не вернулись еще домой. Лидеры террористов не уничтожены ни внутри газа, ни за ее пределами. И помимо этого… То есть, извините, я вас перебью, подытоживая все то, что вы только что сказали, ни одна из целей, которые были объявлены главными в начале войны, не достигнута после пяти месяцев практически войны. Все правильно, но здесь, на мой взгляд, логическая проблема состоит в том, что говорить о том, что, подождите, пять месяцев воюем, а цели еще не достигнуты, а кто сказал, что они будут достигнуты за пять месяцев? На данный момент речь идет о ликвидации последствий раковой опухоли, которая существовала у нас под боком с 2005 года. Это не происходит, само собой, это не происходит легко. Эти операции проходят с учетом двух важнейших гуманитарных факторов. Один – стремление сократить до минимума потери среди мирного населения газы, будь ли таковое существует. И второе – это, конечно же, сделать все, чтобы не нанести ущерба нашим заложникам случайно и спасти максимум из них так или иначе. Если бы этих факторов не было, понятно, что уничтожение нескольких десятков тысяч боевиков не заняло бы у нас такого количества времени. Это заняло бы, может быть, пару месяцев. Но, поскольку мы поставили перед собой беспрецедентную для нас за последнее время задачу ликвидировать Хамас как угрозу, весь его военный политический потенциал, превратить его по возможности в шайки бродящих парадвалинов, бороданных мужчин с автоматами и не более того. Это явление уничтожить нельзя, оно эндемическое для мусульманского мира, но они не могут представлять какой-то реальной, конкретной, огромной, катастрофической угрозы для Израиля, которую представлял для Израиля режим Хамаса на 7 октября. Это требует времени. Еще одна проблема. Поэтому я, на самом деле, не считаю, что недовольство тем, что мы еще не достигли этих целей, не означает уверенности в том, что они не будут достигнуть. Есть другой фактор, который вызывает напряженность. Это драматические изменения позиций администрации Соединенных Штатов, которая постоянно ожесточает свою риторику в отношении Израиля, которая открыто сигналит, что она стремится к завершению войны практически любой ценой, которая находится под стрессом потери своей поддержки, и часть своей поддержки среди так называемых левых демократов, пропалестинских настроенных и зачастую просто сторонников Хамаса в США. И все это, конечно же, не добавляет Израильскому обществу спокойствия, в особенности в связи с тем, что у нас вспыхнули заново все внутриполитические конфликты и разногласия, как персональные, так и принципиальные, которые так радовали нас до войны. Понятно, что на этом фоне общественное настроение не будет позитивным, но это не значит, что оно стало пораженческим. Тут я не согласен. Вы упомянули внутриполитическую ситуацию, которую, как вы сказали, драматическое событие там происходит. Давайте по поводу одного из них. Недавний, как его расценили, ультиматум нашего министра обороны. Для тех, кто не в курсе, я напомню, что речь идет о том, что армия просит увеличить срок службы, как срочной, так и резервистской. Для этого надо принять поправки к закону о службе. Так вот, министр обороны сказал, что он не поддержит этот закон и не будет его вносить, если не будет принято решение по поводу того, что ультра-отодоксальные граждане Израиля тоже должны служить в армии, или не будет внесена ясность в эту ситуацию. Многие расценили это как ультиматум Галланта. Но вот что интересно, на мой взгляд. Никакой реакции, по сути дела, на это не последовало ни от премьер-министра, ни от других высокопоставленных политиков, во всяком случае, публичной. Почему? Ну, заявления были, надо сказать. И, скажем так, многие расценили предупреждение Ньякова о последнем выступлении о том, что досрочные выборы стали бы катастрофой для Израиля победой Хамаса, как предупреждение именно Галланта, что нельзя доводить это дело до краха, который приведет к внутреннему расколу и досрочному выбору. Также были выступления со стороны ряда министров и депутатов в Ликуде, которые говорили, что Галлан делает ошибку, поскольку он вручает Бенни Гансу право в вето не только на текст на содержание закона, который должен будет упорядочить вопрос призыва ультратодоксов, но и само существование правительства. Галлан, сам отвечая на эти претензии, сказал, что он спешит разочаровать всех, кто так думает, но он ликудник, и место его в Ликуде никуда не торопится. Более того, он настаивает на том, что его выступление нельзя расценивать как угрозу развала коалиции, потому что он заинтересован, больше всех заинтересован в том, будучи министром обороны, чтобы довести дело до конца и победить Хамас. Галлан говорит, что он просто описал объективную ситуацию, которая состоит в следующем. У нас не осталось никаких законных методов отложить решение этой проблемы. На поездке дня не только формальное объявление призыва ультратодоксов, но и секвестр бюджетов ГИШИ ультратодоксального сектора, который связан с темой отсрочки от призыва. Общественное настроение сегодня требует решения этого вопроса более жесткой, чем раньше. Все эти факторы говорят о том, что с этой проблемой надо что-то делать, ее нельзя игнорировать. Поэтому Галлан говорит, что я хочу, чтобы мы эту проблему решили максимальным консенсусом внутри коалиции. для того, чтобы Ганц и его партия тоже выступали за то решение, которое мы примем, а не тут же использовали его для того, чтобы уйти из коалиции и критиковать ее на пути к досрочным выборам. Поэтому Галлан говорит, что на самом деле можно сделать? Проблема состоит в том, что настроения ужесточились с обеих сторон. В то время как израильское и советское общество мобилизуются вокруг утверждения, что все должны служить, в особенности на фоне законов, которые сейчас предлагают, требует армия. Арамевское руководство обжарившись на молоке, теперь дуют на воду. Те самые люди, которые до 7 октября всерьез рассуждали о дальнейшем сокращении срока срочной службы, уменьшение времени резервистов теперь требуют резкого повышения того и другого. И так стоит будет стоить очень больших денег параллельно с этим. В этой ситуации понятно, что прожектор общественного умения не может не обратиться на проблему непризыва ультра-ортодоксов и связанную с ней проблему отсутствия любых форматов службы для израильских армий. Но и на ультра-ортодоксальной улице тоже настроения не компромиссные. Там, говорят, после того, как ультра-ортодоксальный сектор на 120% мобилизовался во всех гуманитарных аспектах этой войны. Поддержки военных, поддержки гражданских, раздачи продовольствия, оказания медицинских услуг и так далее, и так далее, и так далее. Говорить о нас как о паразитах – это оскорбление и наглость. И понятно, что ультра-ортодоксальные средства национальной информации в этом смысле тоже подливают масло в огонь, как, скажем, где-то Нейман недавно выпустил жесткую статью очень, где, среди прочего, говорилось, что 7 октября погибли более 600 солдат и представителей других систем безопасности. Что, если бы их было не 600, а 620, к ним добавили бы еще 20 солдат с черными кипами на головах, это бы драматически изменило ситуацию. И это, думаю, проблема не в количестве, а в качестве. Проблема не в количестве солдат, а в качестве тех, кто ими командует. И еще одна статья там говорит, что у каждого есть свое время. Если светские говорят, что несут бремя защиты Израиля, то мы, ультра-ортодоксы, несем бремя защиты иудаизма, сохранения иудаизма. В общем, мы видим, что компания эта борьба быстро приобретает жесткие идеологические работы. В такой ситуации достичь компромисса становится все сложнее и сложнее. И как это будет выглядеть, удастся ли решить этот вопрос каким-то полюбовным методом, сказать очень трудно. Не говоря уже о том, что есть богатство. И закон, который будет слишком компромиссным и уйдет слишком далеко от принципа равенства, он, конечно же, станет предметом еще одного очередного уже обращения с иском высшей справедливости. Но так, по крайней мере, израильская политическая система сможет получить какую-то передышку в очередной раз. Часы песочные опять перевернутся. И мы наверняка уже этот вопрос будем заново прорабатывать на следующей избирательной кампании. У нас осталось немного времени. Не могу не спросить вас о том, что произошло в России. С 29 февраля по 1 марта прошел такой всепалестинский форум. Межпалестинский диалог это называлось. Самое интересное, что российская пресса, по сути дела, вообще промолчала по этому поводу. Были какие-то мелкие информации о том, что произошло. А на сайте МИДа России сказано следующее, что в Москве при поддержке МИД России и Института Востоковедения РАН состоялась консультативная встреча представителей 14 палестинских политических организаций. С приветственным словом к ее участникам обратился министр иностранных дел России Вавров. Он пожелал палестинским гостям успешной работы, подчеркнув важность восстановления внутреннего единства на фоне беспрецедентного кризиса в секторе газа и на других палестинских территориях. Ну и так дальше. Кто там лаконично? Но вот в чем дело. Неперечисленные организации в этом сообщении МИД России. Хотя там был и представитель Хамаса, и исламского джихада, организация освобождения Палестины, Фатха и так далее. В связи с этим у меня вот к вам какой вопрос. Почему на всю эту историю не отреагировал Израиль? Вообще промолчал. Не то, что там Демарш, как в отношении ООН, которое мы обсуждали, но даже лаконично хотя бы там что-то сказать по этому поводу наш МИД не захотел. И вообще на фоне всего того, что было с начала войны, когда там принимали делегации Хамаса, исламского джихада и так далее. Это как-то на ваш взгляд после войны может быть. Отразится на отношениях Израиля и России? Они будут переформатированы или нет? Если будут какие-то израильские политические силы захотят поставить на повестку дня норматические изменения отношений с Россией по нашей собственной инициативе, то тогда мы увидим какую-то общественную дискуссию по этому поводу. Если нет, я думаю, что линия, которая была избрана с началом войны, и даже, пожалуй, еще с началом войны России в Украине, линия очень осторожная, которая стремится сохранить определенные израильские интересы, но тем не менее, надо сказать, линия, которая сообразовалась жесткими израильскими протестами против тех или иных заявлений российской стороны с началом нашей войны, она, скорее всего, так и сохранится. Почему Израиль не отреагировал на это шоу в Москве? Ну, именно потому, как вы сказали, потому что у него нет никакой реальной значимости. Все эти разговоры о палестинском единстве, приглашение на это мероприятие представителей Хамаса, исламского джихада, других народного фронта освобождения Палестины вместе с Патханом, все это происходит не только в Москве, это происходит и в Анкаре, это происходило и в Катаре, Израиль точно также не реагировал. Россия хотела бы очень сильно, конечно, иметь возможность влиять на какие-то процессы на Ближнем Востоке, на так называемый мирный процесс. Недаром Москва постоянно говорит о необходимости возрождения Ближневосточного квартета, которому она играла существенную роль. Это бы позволило ей сохранять свое влияние на Ближнем Востоке в ситуации, когда ее другой важный фактор, военное присутствие в Сирии, существенно сократился. Вообще, и динамика поменялась. Понятно в нынешней ситуации, что неважно, какую позицию будет занимать американская администрация в отношении кем-то палестинского государства, Россию она точно не допустит на этот концерт. Да, в общем, нет интереса пускать Россию у большинства умеренных арабских стран. Поэтому, почему палестинцы поехали туда? Ну, потому что их туда подвали, и Хамасу, конечно, выгодно любое приглашение, которое подемонстрирует, что есть кто-то, кто продолжает признавать его политической организацией. А что касается сути, то знаменитое, ставшее знаменитым заявление Лаврова в ходе открытия этой конференции о том, что Иисус Христос родился в Палестине, это, я думаю, самый главный медиапродукт, который на этом мероприятии родился, который я не могу не удержаться, чтобы повторить уже тысячу раз заданный в социальных сетях вопрос. Подождите, так если Иисус Христос родился в Палестине, то и распяли его тоже палестинцы, получается? Да, ну вот на этом, пожалуй, и закончим. Спасибо, Арик, что были с нами, за ваши комментарии. Напомню, что моим собеседником сегодня был израильский политолог Арик Эльман. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо.